Держи руки Богу. Ты скажешь, что Бог инвалид, у него руки болят. Да нет. Бог на земле без человека ничего не делает. Вообще ничего. Когда Иисус Навин захватывал страны, точнее земли, где течет молоко и мед, Бог отдал евреям эти земли, но Бог сказал, эти земли ваши, но вам нужно их забрать. Иисус Навин с мечом уничтожал народы, которые поконялись бесом. И в эту секунду они забирали землю, но в ту секунду, когда Иисус Навин побеждал, в эту секунду Моисей держал руки вверх. Когда Моисей опускал руки вниз, Иисус Навин был бессилен. И его армия была бессильна. Ничего не могли делать. Ничего. Не было силы Бога. Силу надо активировать. Когда Моисей поднимал руки, они опять побеждали. И бесы были сражены. Когда Моисей опускал руки, опять силы не было. Опять евреи проигрывали. Опять евреи убивали. Но когда Моисей поднимал руки, они опять побеждали. Ты что, хочешь сказать, что Бог бессилен? Это сила Моисея? Нет. Бог на земле без человека ничего не делает. Бог не пойдет на рынок и не будет в той толпе 400-500 человек проповедовать Слово Божие. Он посылает сегодня тебя. И тебе говорит, иди, расскажи им. У них проблемы, у них болезни. Скажи, что я умер за них. Бог без человека ничего делать не может. Сегодня много мирских телеканалов. И Бог говорит, эй ты, бизнесмен, у тебя толстый карман. Да много денег, возьми половину и оплати. Телеканал, пусть там Иисус проповедует. Иисус не будет проповедовать на телеканалах, пока ты не опустошишь свой кошелек. Когда ты опустошишь свой кошелек, Иисус будет проповедовать на обычных телеканалах. Ты говоришь, ну что, Иисусу нужны твои деньги. Да! Иисус не может без твоих денег. Иисус не будет проповедовать, пока ты не опустошишь свой кошелек. Иисус не будет проповедовать, пока ты не... Пойдешь и не будешь говорить о славе Бога, о крови Христа, о силе Духа Святого. Ты и только ты, только через тебя Господь будет проповедовать. Ты понимаешь, нет? Держи руки Бога. Если ты не будешь говорить, Бог за тебя говорить не будет. И люди, которые должны были покаяться, когда ты говоришь, не покаяться и пойдут в ад. И кровь этих людей будет на твоих руках. И когда ты попадешь в рай, с ада, Николай, Аня, Света, Максим будут кричать, почему? Где справедливость? Я в аду, потому что он мне не сказал. А тебе, Иисус! Иисус говорит, так, в ад. Ты убил своего друга, свою сестру. Ты не достоин быть со мной в раю. Пожалуйста, я прошу вас, я прошу вас, держите руки. Пожалуйста, я прошу вас,